аудиотека всемирной литературы представляет антон павлович чехов мой разговор с патчмейстером вы можете поддержать автора канала лайками комментариями подписками на канал в бусте ссылка на канал в описании прямо под видео приятного прослушивания скажите пожалуйста семён алексеевич обратился я к патчмейстеру получая от его денежный пакет на 1 рубль зачем это к денежным пакетом прикладывают 5 печатей нельзя без этого ответил семён алексеевич значительно пошевелив бровями почему же а потому нельзя если насколько я понимаю эти печати требуют жертв как со стороны обывателей так и со стороны правительства увеличивая вес пакета они тем самым бьют по карману обывателя отнимая же у чиновников время для их прикладывания они наносят ущерб казначейству если и приносят они кому-нибудь видимо пользу то разве только сургучным фабрикантом надо же и фабрикантом чем-нибудь жить глубокомысленно заметил семён алексеевич это так но ведь фабриканты могли бы приносить пользу отечеству и на другом поприще нет серьезно семён алексеевич какой смысл имеют эти пять печатей нельзя же ведь думать чтобы они прикладывали зря имеют они значение символическое пророческое или иное какое если это не составляет государственные тайны то объясните голубчик семён алексеевич подумал вздохнул и сказал да сам быть без них нельзя ежели их прикладывают почему же прежде когда конверты были без подклейки они быть может имели смысл как предохранительное средство от посягателей теперь же вот и видите обрадовался патчмейстер они что посягателей нет теперь же продолжал я у конвертов есть подклейка из гумия арабика который прочнее всякого сургуча к тому же вы запаковываете пакеты во столько бумаг и тюков что пробраться к ним трудно даже инфузорий а не то что воров и от кого запечатываться не понимаю публика у вас не ворует а ежели который из ваших нижних чинов захочет посягнуть так он и на печати не посмотрит сами знаете печать снять и опять к месту приложить расплюнуть это верно вздохнул симеон алексеевич от своих воров и убережешься ну вот видите к чему же печати ежели во все входить протяжно произвез патчмейстер да обо всем думать как почему да зачем так это мозги раскорячиться а лучше делать так как показано право это справедливо согласен сия но позвольте еще один вопрос вы специалист по почтовой части а потому скажите пожалуйста отчего это когда человек родиться или женится то не бывает таких процедур как ежели он деньги отправлять или получает взять для примера хоть мою мамашу которая посылает мне этот самый рубль вы думаете ей это легко пришлось нет легче ей еще пятерых детей произвесть чем этот рубль посылать судите сами прежде всего ей нужно было пройти три версты на почту на почте нужно долго стоять и ждать очереди цивилизация ведь не дошла еще на почте до стульев и скамей старушка стоит а тут ей погодите не толпитесь прошу не облокачиваться без этого нельзя нельзя но позвольте дождалась очереди сейчас приемщик берет пакет хамурится бросать назад вы говорит забыли написать денежное моя старушенция идет с почты в лавочку чтобы написать там денежно из лавочки опять на почту ждать очереди ну с приемщик опять берет пакет считает деньги говорит ваш сургуч а у моей мамаши этого сургуча даже в воображении нет дома его держать не приходится а в лавочке сами знаете гривенек за палочку стоит приемщик конечно обижается начинает суслить пакет казенным сургучом такие печатища на сусли что не лотами а берковцами считать приходится вашу говорит печатку а у моей мамаши кроме наперска до стальных очков никакой другой мебели можно и без печати но позвольте за сим следует весовые строковые за сургуч за расписку за голова кружится чтобы рубль послать непременно нужно с собой на всякий случай два иметь ну-с рубль записывают в двадцати книгах и наконец посылают получаете теперь вы его здесь на своей почте вы первым делом его в двадцати книгах записываете пятью номерами нумеруете и за 10 замков прячете словно разбойника какого или святотаться за сим почтальон приносит мне от вас объявление и я расписываюсь что объявление получено такого-то числа почтальон уходит а я начинаю ходить из угла в угол и роптать ах мамаша мамаша за что вы на меня прогневались и за какую такую провинность вы мне этот самый рубль прислали ведь теперь умрешь от хлопот а на родителей грех роптать вздохнул семён алексеевич вот то то вот оно и есть грех но как не возроптать тут дело по горло а ты иди в полицию и удостоверяй личности подпись хорошо еще что удостоверение только 10 15 копеек стоит а что если за него рублей пять брали и для чего спрашивается удостоверение вы семён алексеевич меня отлично знаете и в бане я с вами бывал и чай пивали вместе и умные разговоры разговаривали для чего же вам удостоверение моей личности нельзя форма форма сударь мой это такой предмет что лучше и не связываться формалистика одним словом но ведь вы меня знаете мало ли что я знаю что это вы ну а вдруг это не вы кто вас знает может вы и кого-то и рассудили бы вы какой мне расчет подделывать чужую подпись чтобы украсть деньги ведь это подлогс гораздо меньшее наказание нежели я просто приду сюда к вам и хапну все пакеты из сундука нет семён алексеевич за границей это дело проще поставлено там почтальон ходит к вам и вы такой-то получите деньги не может этого быть покачал головой патчмейстер вот вам и не может быть там все зиждется на взаимном доверии я вам доверяю вы мне на медни ко мне приходит квартальный надзиратель получать судебные издержки ведь я же не потребовал от него удостоверение личности а так ему деньги отдал мы обыватели не требуем с вас а вы ежели во все вникать перебил меня семён алексеевич грустно успехать да ежели все решать как что почему да зачем так по моему лучше патчмейстер не договорил махнул рукой и подумав немного сказал не нашего ума это дело антон павлович чехов мой разговор с патчмейстером читал джахангир абдулаев 6 ноября 2022 год